Всем привет, вы на Флагман ТВ и с вами рубрика Рыболовные фишки. Сегодня в нашем сюжете речь пойдет об очень нужном и полезном девайсе фидерной ловли, а именно о сите для просеивания прикормки. Многие начинающие рыболовы не пользуются этим приспособлением, а это их большая ошибка, потому что сито, поверьте мне, с прикормкой творит чудеса. Для чего же именно нужно сито? В первую очередь, конечно же, сито нужно для просеивания увлажненной прикормки. Когда вы несколько раз пробьете вашу прикормку увлажненную через сито, она обогатится кислородом, тем самым намного лучше начнет работать на дне. Что значит работать? Другим словом, это называется еще механика прикормки. Означает это то, что ваша прикормка, попадая на дно, то ли в кормушке, то ли в шаре, начинает намного интенсивнее освобождаться от кислорода и всевозможных мелких частиц, тем самым намного быстрее привлекая рыбу. Ну а сейчас для тех, кто сомневается, мы покажем вам работу увлажненной прикормки, которая была пробита через сито и, соответственно, нет. И вот именно с помощью такого нехитрого приспособления вы добьетесь такого эффекта от своей прикормки. В нашем сегодняшнем сюжете я не буду вдаваться в подробности диаметра сит. У всех производителей они разные, и каждый производитель выпускает сито под свои пластиковые ведра, которые есть у него в ассортименте. Сегодня мы поговорим о предназначении сит именно по размеру ячеи. Итак, первое сито, про которое я хочу вам рассказать, это металлическое сито с размером ячеи 2 мм. Данное сито, конечно же, в первую очередь предназначено для пересеивания глины, которую вы будете добавлять в прикормку, либо которой вы будете перебивать мотыля. Также с помощью данного сито можно из крупнофракционной сделать прикормку мелкодисперсной, либо оно отлично подойдет для перебивания влажной прикормки для ловли плотвы. Следующее сито, про которое я вам хочу рассказать, это сито с размером ячеи 3 мм. В принципе, это универсальное сито, которое подойдет для любого типа прикормок, мелкофракционной, среднефракционной, и, как правило, предназначено оно для просеивания прикормки, которые вы хотите ловить плотву, густеру, либо подлища. Итак, следующее сито, про которое я вам хочу рассказать, это сито с размером ячейки 4 мм. Сами понимаете, размер уже довольно-таки внушительный ячеи, поэтому данное сито предназначено для просеивания увлажненной прикормки средней и крупной фракции. Поэтому, если вы собрались ловить довольно-таки крупную ястеру или увесистых клещей, то это сито как раз для ваших целей отлично подойдет. Также еще бывают сито с размерами ячеи 6 мм. Данное сито, конечно, предназначено в первую очередь для просеивания очень крупной увлажненной прикормки. Поэтому, если вы собрались ловить крупных клещей или крупных карпов, также карася, то данное сито отлично подойдет вам для этих целей. Итак, подведем небольшой итог всему сказанному. Уважаемые рыболовы, фидеристы, сито для просеивания прикормки – это очень важный и полезный девайс фидерной ловли. Не бойтесь его ни суразного вида, ни удобства в транспортировке. Если на рыбалке вы начнете пользоваться ситом для просеивания прикормки, то ваши результаты станут намного лучше, потому что сито с прикормкой творит чудеса. С вами был Евгений Чертенков. Это были «Рыболовные фишки». Если вам все понравилось, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!